Юрий Нерсесов Константин Семин 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 А предварительный мирный договор между Францией и созданной пруссаками Германской империей подписали 28 февраля, после чего правительство потребовало от парижан до 13 марта заплатить все долги, особенно по квартплате. В пережившем четырехмесячную осаду Парижа съели почти всех собак с кошками, и для бедняков решение власти означало голодную смерть. Однако до того министры сами зачислили рабочих в Национальную гвардию, дав им винтовки и пушки для обороны города. Закономерно, что попытка ограбить тысячи вооруженных людей, предварительно их разоружив, обернулась восстанием. Может, Семин имел в виду неудачные вооруженные выступления нацгвардейцев до капитуляции Парижа? Но они как раз проходили под лозунгом «Войны до победного конца» из обращения делегатов 20 округов Парижа к населению от 5 января 1871 года. «Нас 500 тысяч бойцов, а прусаки, которых только 200 тысяч, душат нас. Кто другой в этом повинен, кроме тех, которые правят нами? Они думали лишь о переговорах. Вместо того, чтобы лить пушки и изготовлять оружие, они отказались от всеобщей мобилизации. Решительные меры позволят трудящимся жить, а всем жителям — сражаться. «Всеобщая реквизиция, бесплатные пайки, массовая вылазка». Конец цитаты. Реквизиция, пайки и пушки — прям нацболы какие-то. Наверное, Маркс и Энгельс сурово осудили парижских пролетариев. Тем более войну-то начал французский император Наполеон III. Что там гласит воззвание Генерального совета Первого интернационала от 9 сентября 1870 года? Оборонительная война действительно кончилась с дачи Луи Бонапарта, капитуляцией, приседаний и провозглашением республики в Париже. Прусская военная Камарилья решила превратить войну в завоевательную. Всякая попытка не спровергнуть новое правительство во время теперешнего кризиса, когда неприятель уже почти стучится в ворота Парижа, была бы безумием отчаяния. Французские рабочие должны исполнить свой гражданский долг. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, сочинение, второе издание, том восьмой. Мы не заблуждались насчет жизнеспособности Второй империи. Мы не были также неправы в своем опасении, что для Германии война потеряет свой чисто оборонительный характер и выродится в войну против французского народа. Оборонительная война действительно кончилась с дачей Луи Бонапарта, капитуляцией, приседаний и провозглашением республики в Париже. Но еще задолго до этих событий, уже в тот самый момент, когда обнаружилась полная гнилость бонапартистского оружия, прусская военная Камарилья решила превратить войну в завоевательную. Карл Маркс, второе воззвание Генерального совета Международного товарищества рабочих о франко-прусской войне. Кошмар. Маркс с товарищами запрещают пролетариям свергать буржуев. Зато Ленин-то точно вывел на позицию Аврору в разгар войны. Правда, немцы стояли не на расстоянии вытянутой руки от Петрограда, а в 500 километрах от него, в Риге. Но не станем придираться. Революцию Ильич реально сделал. А до того в работе «Война и российская социал-демократия» писал. «С точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России, наименьшим злом было бы поражение царской монархии». Конец цитаты. Конкурент секта свидетелей Семина, церковь адептов Кургиняна, пытается отбить ссылку на Ленина. По ее мнению, на Украине идет война с фашизмом, и потому пораженчество неприемлемо. «Майданутая Украина, отвратная, убогая и кровавая помойка, по которой, среди прочего, скачут и нацистские боевики. Однако на фашистскую диктатуру этот бардак похож не больше, чем «Мерседес на Запорожец». Просто в политическом словаре 21 века фашист значит «не нравишься ты мне, козел». Потому, согласно Кургинятам, режим, где премьер еврей Владимир Гройсман, министр внутренних дел армянин Арсен Аваков, министр иностранных дел русский Павел Климкин, несомненно, фашистский. Соврать не дадут лидер президентской гонки русско-латышко-еврейка Юлия Телегина-Грегианис, по мужу Тимошенко, и сами украинские нацики, шестерящие кто на Авакова, кто на оппозиционного еврейского олигарха Игоря Коломойского. Многопартийный парламент, в котором депутаты разных фракций регулярно бьют друг другу морду, однозначный признак нацистского тоталитаризма. И еще, помню, при Гитлере еврейские комики типа киевлянина Владимира Зеленского сравнивали любимый рейх с порноактрисой, готовой принять в любом количестве с любой стороны, после чего выдвигались в президенты при полном непротивлении СС и гестапо. Сербское исключение Ленина. Читая сектанты и адепты коммунистических основоположников, а не только обожаемых гуру, они бы легко обошлись без антифашистских кривляний. В ленинской работе «Крах интернационала» есть фрагмент, легко позволяющий обосновать присоединение Крыма и Донбасса. Национальный элемент в теперешней войне представлен только войной Сербии против Австрии, что отмечено, между прочим, резолюцией Бернского совещания нашей партии. Только в Сербии и среди сербов мы имеем многолетнее и миллионы народных масс, охватывающие национально-освободительное движение, продолжением которого является война Сербии против Австрии. Будь эта война изолирована, то есть не связана с общеевропейской войной, с корыстными и грабительскими целями Англии, России и прочих, тогда все социалисты обязаны были бы желать успеха сербской буржуазии. Это единственно правильный и абсолютно необходимый вывод из национального момента в теперешней войне. Конец цитаты. Чего добивалась Сербия в войнах начала 20-го столетия? Воссоединение всех населенных сербами земель, добрая половина которых оказалась в руках Австрии и Турции. Отвоевывая эти территории, Белград взорвался, прихватил много лишнего, и созданная в результате завоеваний многоплеменная Югославия, закономерно рухнула. Но когда сербы брали свое, они были правы. И Россия именно по Ленину сейчас права. Крым, Донбасс, Приднестровье, и не только они, украинскими территориями не являются. Весной 2014 года, отказавшись от воссоединения русских земель в Новороссии, от Мариуполя до Террасполя, Кремль повел себя трусливо и подло. Многие левые тогда выступали, как парижские революционеры в канун коммуны. Например, лидер нацболов Эдуард Лимонов. Я уже объяснил, в чем состоит наше разногласие с руководством России в области внешней политики. Отлично, что взяли в состав России Крым, но из рук вон плохо. Несправедливо, что не хотят взять Донбасс, где сотнями гибнут наши братья. Мы хотим массивной национализации и возврата награбленного и вывезенного за границу. Хотим, чтобы в стране воцарился народный социализм. Сегодняшняя власть, руководители государства, таких резких политических жестов боятся, как огня. Теперь упущенный шанс в Новороссии признают даже самые упертые путинские халуи. Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев. Мы сделали глупость, что в 2014 году надо было решать этот вопрос, когда у Украины не было армии вообще никакой. Ее просто не было. Был какой-то непонятный сброд, воровавший со складов. Причем половина из этой армии не чувствовала себя украинской армией. И за малую денежку все были бы фактически готовы встать на нашу сторону. А мы взяли и ничего не сделали. Член общественной палаты и доверенное лицо президента Сергей Марков. Действия по Крыму были абсолютно правильны. А не вот войск в Юго-Восточной области был тогда ошибкой. Не было бы тогда никакой войны. Запад не вмешался бы. Украинская армия перешла бы вся на сторону сил освобождения. Бывший главред канала Царьград-ТВ и член экспертно-консультативного совета при председателе Государственной Думы Александр Дугин. Мы остановили процесс русской весны, освобождения Новороссии. Уклонились от исторического долга, от миссии, которую обязаны были выполнить в 2014 году. Люди, которые верили в хитрый план, были дебилами, а те, кто знал, что плана нет, были предателями. И теперь мы за это расплачиваемся. Семен против Энгельса. В 1849 году похожая ситуация наблюдалась в датском Шлезве-Гольштейне. Власти Дании всячески гнобили местных немцев и даже запрещали им образование на родном языке. Ответом стало восстание, поддержанное Пруссией. Но вмешалось мировое сообщество, и видный германский публицист с возмущением писал, Со стороны Германии война представляла собой одну сплошную цепь предательств, вплоть до сражения при Фредериссии, где республиканский корпус Шлезвик-Гольштейна численностью в 10 тысяч человек был застигнут врасплох и разгромлен втрое превосходящими его силами датчан, в то время как 40 тысяч прусских и прочих войск находились лишь в нескольких милях, но не пришли к нему на помощь в эту трудную минуту, вплоть до предательского мира, состряпанного в Берлине, конец цитаты. Через 15 лет расклад в мире изменился, датчан разгромили, и тот же публицист отметил, Датская война осуществила часть национальных чаяний. Шлезвик-Гольштейн был освобожден, Варшавские и Лондонские протоколы, в которых великие державы запечатлели унижение Германии перед Данией, были разорваны и брошены им под ноги, а они даже не пикнули. Австрия и Пруссия снова были вместе, их войска сражались плечом к плечу и победили, и ни один властелин и не думал больше посягать на германскую территорию. Конец цитаты. С точки зрения левых тараканов Семена, Фридрих Энгельс на вопрос «Наш ли шлезвик-Гольштейн?» должен был ответить «Наш ли круп?» А затем разоблачить захватническую позицию прусского империализма. Он его и разоблачал, но строго по делу. Потому Энгельс, как и Ленин с Марксом — классики, наследство которых будут изучать еще много веков, тогда как Семен с Кургиняном лишь кремлевские моськи, устроившие очередную склоку по заказу хозяев. Только Ервандыч по-прежнему окучивает коммунно-патриотическую паству, а Костика перебросили на работу с леваками-космополитами, и тех и других следует держать под контролем, а когда давление нарастает, аккуратно спускать пар в свисток. Подопечные должны верить кумиру, и Семена перезагрузили. Теперь он Путина, спасшему Россию самураем, не называет. Вожди революции сверху не записывает, и значит есть шанс. В нужный момент за ним поскачут. С либералами так сработали в 2011 году бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков и редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Возмущенных фальсификацией выборов москвичей увели от стен Кремля в тупик Болотной площади. Там протест тихо сдох, а Венедиктов, Рыжков и замглавы президентской администрации Алексей Громов отметили разводку лохов бутылочкой элитного вискаря. Сейчас назревают социальные протесты, и такие же козлы-провокаторы готовятся для красных. Юрий Инерсесов